Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 28 ноября, день Гурия, почитается память трех христианских мучеников Гурия, Самона и Авила. Во время гонений на христиан Гурия и Самона схватили, стали вынуждать отказаться от веры, были подвергнуты многочисленным пыткам, сидели в темнице несколько лет, затем казнили. Диакон Авил пострадал во время правления императора Лициния. Он был арестован и сожжен заживо. Но тело Авила осталось нетронутым. Родственники похоронили Авила в одной гробнице с Амоном и Гурием. В народе сегодня почитали Гурия, Самона и Авила, которые были известны как целители. Им молились для избавления от зубной боли. Гурий почитался и как избавитель от глазных болезней. На Гурия удивляли много внимания лошадям и проводили многочисленные обряды, чтобы сохранить их здоровыми. Сегодня у православных христиан начинается рождественский пост, который длится до 6 января. В это время воздерживались от развлечений, питались разрешенными продуктами, старались не ссориться, не брониться и не вести пустых разговоров. Чаще читали молитвы, обязательно парились в бане, так как считали, что чистое тело важно для души и духовной жизни. Приметы. Коли снег лежит на Гурияна, то лежать ему до половодья. Много снега сегодня, год будет урожайным. Если сегодня сильный ветер, неспокойная и ветреная погода продлится до Николая, 19 декабря. Пасмурная, но теплая погода обещает дождливый май, особенно если идет мокрый снег. Мороз сегодня ударил, нечистая сила сгинула. Если сегодня искупаешься в бане, будешь здоровым весь год. Берите на заметку. Женщина, у которой дрочливый супруг, сегодня должна помолиться Гурию, и муж образумится. Но они высохли, и они начинают насасывать воду из организма. Как правило, у полных людей слишком много воды в организме. Но только раз, далее. Здесь также содержится и клетчатка, и пектины. И здесь содержится обилие калия. Так вот, калий, который здесь есть, и здесь есть. В отличие от сахара, он будет способствовать выведению воды из организма. И улучшает работу сердца. Водичка горяченькая? Ну, есть горячая. Да. Какую сторону? Надо туда влево. Моем яблочки. А, вы снимаете? Да. Моем яблочки. Так. Кстати, яблочки должны быть зимних стопков. Желательно наши. Они как раз сохраняют больше... А все равно красные или зеленые? Лучше всего использовать зеленые и на вкус, чтобы они были для сока кисло-сладкие. Если они будут кисло-сладкие, сут получается великолепный. И сейчас мы как раз добавим такого продукта, как эту саму тыкву. И получится очень интересный сок. Здесь очень важно только соблюдать пропорцию. Чтобы тыквы было примерно 1 треть, а яблочного сока 2 трети. Также можно использовать и морковку. Дорить. И получится хороший сок. Кстати, этот сок очень полезен детям, растущим организмам. Почему? Потому что он обладает кроветворением. И, если тогда еще добавить цикоклу, он будет уже обладать выраженными противоонкологическими свойствами. Знаешь почему? Почему? Онкология стремится к петостазу в кости. Как только они пошли в кости, оказывается, организм человека, он строится с этого уровня, с костей. В костях, в костном мозге идет процесс кроветворения. И если кровь вырабатывается, то организм может полностью обновляться. Как только кроветворения нету, значит, организм начинает чахнуть. А свекла каким образом? А свекла как раз способствует тому, что она особо содержит, интересно, железо такое активное. Способствует кроветворению, да? Да, лучше всего, и в сочетании с яблочным соком, это вообще бомба. У меня знакомая, генерала Минель Ивановна, она за свою жизнь, 70 с лишним лет, в течение 50 лет сдавала кровь, регулярно в течение двух недель по пол-литра крови, сдала больше всего крови, занесена в книгу рекордов Минельса, это она сдала более, то, что от литого крови. И я ей сразу спросил, за счет чего она там все это делала? Компенсировать, да? Говорит, просто она просто брала свеклу, разрезала ее на мелкие, ставила в четверть-четверть в холодильник, и регулярно в течение дня ела 2 столовые ложечки свеклы сырой. При этом натирала яблочко, чтобы вкусно было, морковки, капустки, там яблочко, майонезо, маслице, и получилась великолепная вещь. Да, да, надо же, такой рекорд. Вот теперь рекорд. Так. Тыква. Тыква. Тыква, кстати, огромное количество бета-каротина, бета-каротин, нужен нашей коже, нашим внутренним органам. Почему он нужен? Потому что здесь содержится витамин, вернее, провитамин А, который, который... Вот сюда, ближечко, если что там лишнее. Из которого вырабатывается витамин А, который нужен для того, чтобы наша кожа, слизистые оболочки чувствовали себя, вернее, были снабжены полноценно. И мы просто набросали. Опа, нарезали раз, нарезали два, нарезали два, нарезали три. Ну, это как бы считается традиционно для зрения полезно и для роста, да? Вот, и для зрения, и для роста. Как морковка. Да, ну вот так ее вроде невкусно. Но сейчас мы сделаем так, что ее будет есть вкусно и приятно. Итак, от винта. Сок брызги. Потрясающе. А там уже пошел сок, да? Да. То есть, ваши занятия тяжелой атлетикой пригодились? Да. Ну что ж. И, кстати, вы видите вот этот вот жмых? Да, жмых. Мы его выбрасываем. В детстве ели, сейчас выбрасываем. Вот этот жмых можно использовать в качестве маски, природной косметики. А-а-а. И улучшать лицо, кожу лица на пятки, чтобы в пятки... Просто намазывать, да? Да, и следующую программу, которую я буду делать, уже специально для женщин, она будет посвящена природной косметике. Вот, мы возьмем какую-нибудь женщину и намажем на нее, на ей на лицо жмых, да. Я буду держать руки, а Геннадий Петрович будет намазывать. Я сейчас дам стакан. И... Как раз... Наливайте. Наливайте. Сок надо пить сразу же. Видите, как он быстро окисляется. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спа, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической наружки. Вообще, энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устарите. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч!